здравствуйте дорогие родственники и друзья все зрители канала сегодня я приготовила на завтрак беляши мясо фарша остался от тефтелей и 4 беляша сделала 2 мне и 2 мужу сначала я накануне достала фарш из морозилки фарш свиной и в мясо в фарш я положила лук посолила фарша было где-то грамм 400 или 500 и одну столовую одну чайную ложку положила соли ну почти сверху она была фарш одно яйцо положила разбила и чтобы хорошо тефтельки держались и немного положила манки буквально столовую ложку она тоже хорошо когда размокают фарш и хорошо скрепляет и поэтому вот у меня такие тефтели большие сделала они не разварились когда я делала полутора литровой кастрюльки я там клала тефтели один на другой до верха кастрюльки и потом когда наливала воды некоторые тефтели теряли свою форму так что вот чтобы здесь они не потеряли свою форму я приготовила в сковороде большой они друг от друга далеко вата находились тут они уже немножко мясо сварилась и они уже поменьше стали но они были побольше когда сырое было мясо я накатала вот эти шарики мясные все потому что хорошо размещала соль и лук и манку все хорошо тщательно размещала накатала шарики потом на эти шарики я покатала в молотых сухарях сухих и положила на сковороду затем залила водой чтобы вверх тефтелей был покрыт водой и когда вода закипела я посолила тоже чайную ложку соли я положила я попробовал уже бульон он соли достаточно такой вкусненький очень бульон получился я положила лавровый лист и когда закипела вода и и специи положила паприку сладкую красную и положила еще черного молотого перца все это покипела минут 20 затем я перевернула уже воды стало меньше бульона стало меньше в сковороде я перевернула тефтели и они у меня до варились пока они варились у меня осталось мясо вот фарша я в него также положила специи это куркуму нет не куркуму паприку и перец молотый черный все тщательно перемещалась закрыл закрыла пленкой фарш у меня стоял пока я начистила картофеля в другой сковородке я его сварила крупно нарезанный картофель посолила также чайную ложку и кроме специи никаких специй туда не стала класть я положила из заморозки взяла из морозилки холодильника укроп и нарезанную морковную ботву положила туда чуть-чуть вот здесь вот хорошо видно эти травы тоже такой солененький получился бульончик у картофеля и картофель быстренько сварился пока варился картофель я сделала тесто на пеляше тесто на пеляше я сделала на сметане которую покупали в светофоре две с половиной ложки сметаны одно яйцо и понемногу подсыпала муки тесто получилось мягкое вот такое вот очень мягкое здесь вот как бы не очень прожарилась но прожарилась то хорошо просто не подрумянилась а вот этот вот хорошо подрумянился беляше треугольная форма как бы должна быть но вот у меня не совсем не сильно такие ровные треугольники получились но ничего страшного все равно вкусно и у нас вот такой вот завтрак сейчас будет беляше с молоком есть у нас кефир сделанный тоже на закваске кефирной молоко туда наливали и оно получается кефир вот получается очень густой вкусный и не кислый я уже об этом говорила предыдущих видео итак замесила я тесто не очень крутое и раскатала кругляшки 4 кругляшка мясо разделила на 4 части и в как вы хорошо получилось там где-то по столовой ложке у меня мясо на каждый беляшек это хорошо что домашняя выпечка тем что тесто тонкое я уже говорила предыдущих видео а в начинке много любые начинки любим когда ее побольше а тесто когда тонкое сделала треугольнички положила на сковороду пожарила с одной стороны когда зарумянились перевернула пожарила с другой стороны ну вот один край сковороды как бы беляши лучше пропеклись а тут не так хорошо подрумянились они края беляша но они все равно тесто пропеклось вот оно пропеклось такое получилось хорошее тесто оно на сметане как оно не будет хорошим и вот там вот начинки как бы когда покупаешь беляши в магазине вот эти вот треугольнички там они пустые мясо немножко как бы 1 чайная ложка наверное там или полторы в серединке беляша намазано также и пирожки а края беляшей они длинные такие вот они практически там вообще вообще нет мяса а домашние пирожки вот они беляши вернее хоть пирожки в них много начинки я немножко подливал подливала воды в этот фарш и получился очень сочное мясо получилось вот такое вот беляша вот у нас завтрак и обед готов затем пообедам и картофелем есть такое движение раздельное питание стараюсь готовить все как было там в книгах написано но картофель тоже с мясом не очень подходит с мясом больше всего подходят крупы на ужин мы можем сделать уже кушать тефтели или с рисом или с гречкой гречку недавно или возможно отварю риса также конечно можно и с макаронами и с салатами различными эти тефтели кушать это еще лучше когда мясные тефтели или мясо вообще едят с крупами а лучше всего с овощами и зеленью ну вот такой вот у нас меню на сегодняшний день сегодня молотный день четверг и поэтому приготовили мясо но пеляши башкирские как бы они они не готовятся со свиным мясом они готовятся или из баранины или из говядины но у нас вот свиное мясо дешевле чем говядина или баранина тем более поэтому мы покупаем чаще всего свиной если говядина добавляем то немного всем доброго здоровья и мир дому вашему до конца до конца